Представители знака Зодиака Рак, здравствуйте, мои дорогие! Таро Расклад, события ближайшего будущего, Таро на неделю с 8 по 14 июля. Давайте узнаем, спросим у карт, каковы энергии будут преобладать для вас, мои дорогие. И, скорее всего, где-то энергии такие же, как предыдущая неделя, если так планетарно. Новолуние в вашем знаке еще на этой неделе продолжает действовать. И это какие-то более приятно, спокойные энергии, когда, с одной стороны, конечно, прекрасное время для творчества. Или продумать, как я буду реализовывать свой какой-то план, но все-таки и личная жизнь, которая в себе совмещает, как и благоустройство, может быть, вашего жилища, когда вы это делаете с удовольствием, чтобы мне жилось более приятно и комфортно. Или это ваши отношения, сфера чувственности, безусловно, эмоции, где-то интимной жизни. Вы можете находиться именно в этих энергиях. И хочется тепла, покоя, уюта, защищенности. И эмоции, кстати, тут надо быть очень внимательным. И вы люди интуитивные. Здесь как раз эмоции вам укажут правильный путь. Где мое хорошо, где мое солнце называется. Итак, давайте спросим у карт, что важно знать, как они видят эту неделю, потому что не всегда планетарные и таро-прогнозы совпадают. Неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать, что вам будет помогать, что скрыто. Может быть, вы чему-то не передаете значения. И по основным сферам жизни смотрим энергетику. Дела, работа, бизнес, энергия, денег, личная жизнь. Что же важно знать? Вот все то, что я про эмоции говорила, как раз рыцарь кубков, это вот все о том же. Когда больше вдохновения, когда настроение хорошее, когда какие-то радостные новости вас будут сопровождать, когда интуитивно вы можете, правда, какую-то свою стратегию более счастливую, более радостную проложить и, может быть, просчитать через тезис план, как вы будете действовать, даже в части вашей деятельности. Тут ведь, как вы знаете, сама судьба зовет в том направлении, где вам хорошо. И подсказки-то вашей души будут именно таковы, если вы что-то делаете, как через надлом. Или когда вы понимаете, что, ну нет, вот эта ситуация не совсем зависит от меня, нет как бы отклика обратного, то тогда надо подумать, стоит ли что-то развивать. А если вы видите, что что-то взаимно, то тогда, скорее всего, в этом направлении ваше хорошо и присутствует. Но, безусловно, добрая энергия – карта радости. Карта может говорить о подарках, о комплиментах, о признании в любви или вам, или вы кому-то, о более таком позитивном настрое, оптимизме, вдохновении. Неожиданности или чего не избежать. Колесница, перемены будут, нам об этом говорят, и до вторая половина месяца, даже июля. А здесь у нас как раз пограничное состояние. 14 июля – это у нас воскресенье. И где-то могут быть изменения. Может быть, это вы где-то инициируете. По Колеснице – это сама по себе карта перемен. Кроме того, это карта поездок или перемещений по делам. Карта нам еще говорит о том, что все же Старший Аркан, обстоятельства на вас будут влиять. И обстоятельства, понятно, у каждого свои. Но каковы бы они ни были, они к каким-то счастливым переменам идут или к каким-то счастливым событиям. И пусть на первый момент нас это может, ну, так неожиданно обесточить, но всегда карта Колесница говорит – отпускай все прошлое. И пока прошлое не ушло, место как будто занято в твоей жизни. А вот когда ты оставляешь это уже как свершившийся факт, ты освобождаешь тому новому место, что уже стоит на пороге, оно готово войти в твою жизнь. Но поскольку места пусто не бывает, пока предыдущее не освободит, пространство какой-то элемент новизны не может войти в вашу жизнь. Поэтому будьте мудры, но вы как раз очень мудры. Карта говорит еще о части. Именно в этой колоде все-таки у нас, посмотрите, повозкой управляет лебедь. Лебедь – один из символов верности, стабильности, надежных отношений. Поэтому какие-то надежные отношения, которые основаны как раз на верности и взаимности. И может быть там какие-то перемены есть. Так или иначе сложно трактовать, поскольку нам говорят в неожиданностях перемены. Или они уже происходят, и это где-то как ваша внутренняя метаморфоза может быть. А может быть это связано с обстоятельствами, которые вас могут подталкивать, сделать какой-то выбор. Чему сейчас не время? Карта мира. Думать, что какое-то ты дело уже подвел к концу, или ты завершил. Все же это итоговая карта. Нет, еще какие-то действия тебе придется совершить. Или для кого-то, может быть, это вы собираетесь в поездку, или человек какой-то собирается к вам, или вы вместе куда-то планируете. Тогда я не могу сказать, что буквально вот вы на этой неделе куда-то отправитесь. Карта говорит о том, что для того, чтобы добиться своего, должно тоже какое-то время пройти. Не время, может быть, по этой карте думать, что, ну как расслабиться полностью, и думать, что все идет своим чередом, помимо вашего участия. Нет, вот в этих переменах или какие-то еще важные решения вам предстоит принимать, или какие-то действия совершать. Два старших аркана, перемена и мир. Но пока еще не конец, пока еще не итог. Может быть, это по части у кого-то и личной жизни, когда какие-то отношения встали на паузу, а здесь в неожиданностях они начнут развиваться. И вы сами, мои дорогие, можете так проанализировать и подумать, что нет, я не могу от какого-то человека отказаться, и вы будете кого-то возвращать. И вам, по крайней мере, может захотеться. Я не говорю, что это для всех, но для кого-то этот момент может проиграться. Как будто вам не хватает кого-то, и какой-то пазл именно не складывается. Вы можете переоценить по-новому какие-то прежние отношения тоже, но тогда это все равно должна быть какая-то другая история. Потому что карта говорит, перемены они должны быть, но не в старом ключе, пускай прошлое. Но это еще не конец, нам говорят. И значит, кто-то сможет помириться, мои дорогие. Вот буквально так, что вам будет помогать. А тут вот какие-то, правда, отношения, ну, кстати, я не могу говорить, что это только про личную жизнь. У кого-то это партнерские отношения по бизнесу или взаимоотношения, может быть, где-то руководители, коллеги по работе или какая-то еще ситуация через взаимодействие, которое с вашими делами. Всегда, когда карты Рафант, мы проходим этот путь как по судьбе, назовите так. Мы должны как будто решить вот именно подобные вопросы. Нравится нам или не нравится, мы что-то хотим ускорить. А здесь нет, тут всему свое время. И для кого-то из вас может означать как бракосочетание. Карта Рафант говорит, соблюдай традиции, это тебе помогает. Именно даже венчание проходит по этой карте. И какая-то прежняя история, как любовь или какие-то отношения, замороженные на паузе. Здесь они могут. Новый приток вдохновения, новые грани чувственности. Вот, правда, интимная жизнь тоже будет для вас важна. Но здесь вы с партнером прочувствуете единение души настолько, что вы от чего-то не сможете отказаться. И тогда, если действительно человек для вас важен, будут важные традиции, это вам помогает. И это может означать оформление ваших отношений. Или по этой карте, когда вы готовы учиться, если мы говорим дела работы бизнес, то тогда, может быть, есть какое-то направление, которое вам нужно изучить. Этому тоже уделить внимание. То есть пройти какой-то путь. Смена статуса идет по этой карте. Мои дорогие, тоже это все то, что вам помогает. Ну и, конечно, Иерафант ни с чем не бывает без денег. Поэтому какая-то денежная ситуация, она у вас сейчас стабильная. Это тоже помогает. Поэтому приятная энергия. Несмотря на то, что перемены не отмените, что скрыта. Сильная позиция. Это может означать, мои дорогие девочки, это ваша сила. Ваша энергетика на этой неделе, она особенная. Она притягивает лиц противоположного пола. Это будет иметь значение для кого-то. Мои дорогие мужчины, есть какая-то женщина в вашей жизни, которая для вас очень важна. И к ней тянет буквально физиология где-то. Но это не та женщина, которая сидит чего-то ждет. Когда вы придете, как принц на белом коне. Нет. Скорее всего, мои дорогие, вам нравятся те женщины. Это касается мужчин, которые женщины сильные. Которые создают себя сами. Которым хочется помочь. Потому что вы видите какой-то результат. Все-таки карта силы. Это женская карта. И тут совершенно другая женская энергетика. Не пассивности, а продуманной активности. Какой-то вот в этом плане. Безусловно, для всех вас, мои дорогие, эта карта силы говорит о том, что дипломатия в почете. Когда договориться нужно. Примирить собственные стихии в своей душе. Какую-то разрозненность или какой-то дисбаланс устранить. Но это в позиции, что скрыто. С собственным львом, с собственным эго придется договариваться. Может быть, продумывать свои обязательства. Продумывать участие в каком-то деле. Но, повторюсь, сильная позиция для всех вас. Это вот вы должны это как-то по-новому оценить, что ли. Ведь это в позиции, что скрыто. Какие-то возможности у вас сейчас буквально волшебные. Но надо же, 20-й старший аркан. Посмотрите, как интересно. У вас много старших арканов. Уже 4. И тут что-то... Нет, не 4. Тут у вас 5 старших арканов, извините. У вас, как мы говорим, по судьбе. Что-то решается, определяется. И от того, насколько вы готовы вступить на этот новый путь, насколько вас буквально рыцарство какое-то может проиграться, вы на что-то решитесь. Это касается мужчин. Или, мои дорогие девочки, когда вы тоже на что-то решитесь или нет. Хотим или нет, на каких-то перемен не отменим. Опять же, старший аркан говорит о судьбоносности момента, о каких-то событиях, которые вас подводят к какому-то итогу. Приглашают переступить вот этот судьбоносный порог. Оставив то, что уже не имеет значения. Может быть, какие-то ссоры неурядицы, недопонимания. Тут как раз всё можно прояснить. Тут действительно что-то не конец. Тут будет развиваться как-то совершенно в новом ключе, чтобы создать совершенно какую-то удивительную историю. Ведь 20-й старший аркан – страшный суд. Суд как раз не страшный. Это карта избавления от боли, избавления от страданий. С учётом карты «Рафант» у кого-то организация по-новому в своей жизни или в своей личной жизни. Может быть, у кого-то проигрывается и с судами определёнными, по делам, по работе, по бизнесу. Тогда там тоже какой-то переломный момент в вашу пользу наступает или приходит известие, мои дорогие, что да, какое-то дело я выиграю. Ну вот благоприятной для вас энергии. Мне нечего добавить, что же по финансам? Ну надо же, ещё один старший аркан. Вы знаете, такое бывает редко. Это аркан юстиция, справедливость. Про баланс мы с вами сказали, его держать придётся. И про законы мы сказали. Вот эта карта объединяет и то, и другое. Балансы, законы. И это на финансы. Кто-то из вас может получить какие-то финансы как раз. Может быть, дивиденды, которые прежде не получилось. Получить как раз или какой-то гонорар, может быть и так. Для кого-то из вас продумать, опять же, стратегию, тактику по части финансов, оформить документы. Всё-таки всегда эта карта с учётом страшного суда, что у вас должно быть всё по закону. Вот три момента, три карты точнее, которые об одном моменте, как и страшный суд, как и справедливость, юстиция, также карта иерофант. Это традиции, это где-то внимание к деталям, сделать всё по закону или сделать по регламенту, по правилам, регулировкам, проверить документы, проверить подписи, печати, не создать для себя какой-то ерунды на будущее. То есть, почему деталям нужно быть внимательным? Потому что в последующем не должно быть чего-то, что о себе может напомнить. Всё решать на берегу, договариваться тоже, прояснять что-то скрупулёзно до мелочей, расставлять всё по местам, организовывать свою жизнь, как и по делам работы, работе, бизнесу, так и по финансам тоже. Но у каждого, понятно, как-то по-своему. Иногда эта карта говорит, всё же это у нас причина и следствие, поэтому я говорю, у кого была проделана работа, но деньги задерживались, гонорар задерживался или ещё что-то было, вот здесь, скорее всего, вы их можете получить или видите, что лёд тронулся. Но я не могу отрицать и другого, что через финансы, если прежде мы сделали что-то, ну, не очень будем говорить хорошо, или в обход закона мы ведь тоже можем получить какую-то обратку, и вынуждены будем решать какой-то вопрос, завершать какой-то гештальт, потому что карта старшего аркана мир ещё не конец нам говорит. И у кого-то через отношения, у кого-то через финансы, у кого-то продолжение вашей какой-то деятельности или какие-то вопросы по бизнесу. Личная жизнь. Ещё один старший аркан. И в данный момент это карта-отшельник. Вот вы будете выбирать, как по судьбе, один я буду или одна, или мы будем в паре. Карта не мешает. Как бы нам говорят, помех нет. Решаешь ты сам. И от того, какое ты примешь решение, будет зависеть твоё качество жизни. Возможности есть. Как пойти словно и направо, и налево. Ты сейчас на выборе, но именно ты решаешь, что ты хочешь достичь. И это что-то более важное, нежели решение одного дня. Мы говорим судьбоносность события. И это говорит да. Какие мысли форма ты отправишь в пространство, будь внимательна вообще к своим мыслям, то ты на завтра, на послезавтра и получишь. Вы на этой неделе маги и волшебники своей собственной жизни. Да, нам карта говорит, ты не должен где-то наступить на горло собственной песни и погрузиться полностью в эмоции. Нет. У вас что-то тут решается. Поэтому забыть, допустим, о своих далеко идущих планах, амбициях, или о своём каком-то жизненно важном пути, какой-то самореализации, скажем, вы тоже не можете. А вот совместить. Одно и второе. Я имею в виду самореализацию с личной жизнью определённо стоит, но просто нужно как-то организовать это. И вот такие энергии по части перемен пытаются как высшие силы вам на этой неделе помочь. Как и какой-то вопрос завершить и расставить всё по местам, так и определиться со стратегией на будущее. У каждого по-своему проиграется. Посмотрите, мои дорогие, начинается с карты радости, а всё остальное старшие органы. Быть счастливым. И я вам, мои дорогие, я вас люблю и искренне желаю быть и счастливым, и любимым всегда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА